ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для добродетельного то же, что лекарство. Горьки, но целительные. Чаще можно видеть печальным благочестивого, который ничего не ищет, кроме Бога, нежели видеть истинно веселым того, кто ищет всего, кроме Бога. Самое простое доказательство потребности пищи во всех живых тварях есть голый. Так самое сильное доказательство бытия Божия есть стремление всех добрых сердец к Богу. Николай Васильевич Гоголь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же вскинулись казаки! Как схватились все! Как закипел куренной атаман Кукубенко, увидевший, что лучшей половины куреня его нет! Разом вбился он с остальными своими незамайковцами в самую середину и в гневе иссек в капусту первого попавшегося. Многих конников сбил с коней, доставший копьем и конника, и коня. Пробрался к пушкарям и уже отбил одну пушку, а уж там видит, хлопочет уманский куренной атаман. И Степан Гуско уже отбивает главную пушку. Оставил он тех казаков и поворотил своими в другую неприятельскую гущу. Так, где прошли незамайковцы, так там и улица, где поворотились, так уж там и переулок. Так и видно, как рядели ряды, и снопами валились ляхи. А у самых вазов Вовтузенко, а впереди Черваченко, а у дальних вазов Дегтяренко, а за ним куренной атаман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял на копье Дегтяренко, да напал, наконец, на неподатливого третьего. Уверклив и крепок был лях, пышный сбруей украшен, и пятьдесят одних слух привел с собой. Согнул он крепко Дегтяренко, сбил его на землю, и уже замахнулся на него саблей крича, нет из вас собак-казаков, ни одного, кто бы посмел против устать мне. А вот есть же, сказал и выступил вперед Мосьйшила. Сильный был он казак, не раз атаманствовал на море и много натерпелся всяких бед. Так есть же такие, которые бьют вас собак, сказал он, ринувшись на него, и уж так-то рубились они. И наплечники изерцала погнулись у обоих от ударов. Разрубил на нем, вражий лях, железную рубашку, достав лезвием самого тела. Зачервонела казацкая рубашка, но он не поглядел на то шило и замахнулся всей жилистой рукой, тяжела была коренастая рука, и оглушил его внезапно по голове. Разлетелась медная шапка, зашатался и грянулся лях. А шило принялся рубить и крестить оглушенного. Не добивай, казак, врага, а лучше поворотись назад. Не поворотился казак назад, и тут же один из слуг убитого хватил его ножом в шею. Поворотился шило, и уж достал было смельчака, но он пропал в пороховом дыме. Со всех сторон поднялось хлопанье из самопалов, пошатнулся шило и почуял, что рана была смертельна. Упал он, наложил руку на свою рану и сказал, обратившись к товарищам, «Прощайте, паны, братья, товарищи! Пусть же стоит на вечные времена православная русская земля и будет ей вечная честь». И зажмурил слабшие свои очи, и вынеслась казацкая душа из сурового тела. А там уже выезжал задорожный с своими, ломил ряды куренной вертыхвист и выступал галаган. «А что, паны, сказал Тарас, прикликнувшись с куриными, есть еще порох в пороховницах, не ослабела ли еще казацкая сила, не гнутся ли казаки? Есть еще, батька, порох в пороховницах, не ослабела еще казацкая сила, еще не гнутся казаки!» И наперлись сильно казаки, совсем смешали все ряды. Низкорослый полковник ударил сбор и велел выкинуть восемь малеванных знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся далеко по всему полю. Все бежали ляхи к знамерам, но не успели они еще выстроиться, как уже куренной атаман Кукубенко ударил вновь своим незамайковцами в середину и палил прямо на толстопузово полковника. Не выдержал полковник и поворотил коня, пустился вскач, а Кукубенко далеко гнал его через все поле, не дав ему соединиться с полком. Завидев то с бокового куреня Степану узко пустился ему на фереми и с арканом в руке, всю пригнувши голову к лошадиной шее и улучши время, с одного раза накинул аркан ему на шею, весь побагровел полковнику, хватясь за веревку обеими руками и силясь разорвать его, но уже дюжий размах вогнал ему в самый живот гибельную пику. Там и остался он пригвожденный по земле. ПЕСНЯ 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 Но не сдобровать земля схватились и бьются на самых вазах не гибельную путь. ПЕСНЯ МОЕ СЕРДЦЕ Пришлась ему пуля, но собрал старый весь дух свой и сказал «Не жаль расстаться с светом, дай бог и всякому такой кончины, пусть же славится до конца века русская земля». И понеслась к вышинам Боудюгова душа рассказать давно отошедшим старцам, как умеют биться на русской земле и еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру. Казаки, казаки, не выдавайте лучшего цвета вашего войска. Уже обступили Кукубенко, уже семь человек только осталось из-за всего Незамайковского куреня, уже и те отбиваются через силу, уже окровавилась на нем одежда. Сам Тарас, увидев беду, поспешил на выручку, но поздно подоспели казаки. Уже успело ему углубиться под сердце копье, прежде чем были отогнаны обступившие его враги. Тихо склонился он на руки подхватившим его казакам и хлынула ручьем молодая кровь, подобно доброму вину, которое несли в скленном сосуде из погреба неосторожные слуги, поскользнулись тут же у входа и разбили дорогую сулею. Все разлилось на землю вино, и схватил себя за голову прибежавший хозяин, сберегавший его пролгутший случай в жизни, чтобы, если приведет Бог на старости лет, встретиться с товарищем юности, то, чтобы помянуть бы вместе с ним прежнее иное время, когда иначе и лучше веселился человек. Повел Кукубенко вокруг себя очами и проговорил «Благодарю Бога, что довелось мне умереть при ваших глазах товарищей. Пусть же после нас живут еще лучше, еще лучше, чем мы, и красуется вечно любимая Христом русская земля. И вылетела молодая душа, подняли ее ангелы под руки и понесли к небесам. Хорошо ему будет там. Садись, Кукубенко, о десную вене скажет ему Христос. Ты не изменил товарищество, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберегал мою церковь. Люляй, 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 казачий, а-а-а-а-а, кортки два, шари, бури, обыдла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok